29 лет назад, 15 февраля 1989 года, последние советские войска покинули территорию Афганистана. Завершилась десятилетняя необъявленная война, в которой Советский Союз потерял 15 тысяч своих граждан. День вывода войск из Афганистана – это и праздник ветеранов афганских боевых действий, и день памяти всех погибших – воинов-интернационалистов. В этот день в городской дом культуры пришли ветераны, чья молодость была опалена Афганистаном, родные и близкие погибших героев, военнослужащие, учащиеся и студенты. Со сцены прозвучали самые проникновенные слова в адрес всех, кто связан с Афганистаном. И ветераны Афганистана, сегодня уже убеленные осединами, все они с честью выполнили свой воинский и гражданский долг. Низкий поклон всем, у кого афганская война так жестоко отобрала родных людей – родителям, вдовам, друзьям погибших, солдат и офицерам. Стойкость, мужество и героизм участников боевых действий хорошо известны. Они с честью выполнили свой интернациональный долг, защищая интересы своего государства. Мы, оставшиеся в живых, помним о своих погибших товарищах. И на примерах их подвигов воспитываем нынешнее поколение молодежи. На встречах со школьниками, студентами, рассказываем о службе и подвигах своих друзей. Стараемся донести до каждого подростка, насколько важно быть готовым к защите Родины. Минутой молчания почтили собравшаяся память славянцев, погибших в Афганистане. Юные патриоты, учащиеся 16-й средней школы, возложили венки и цветы к мемориалу павших в боях. Затем творческие коллективы города и района исполнили песни. Особое отношение было к песне «Офицеры». Когда зазвучали ее первые аккорды, то зал, не сговариваясь, встал. «Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца». «Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца». И, конечно, затем возложили цветы и к вечному огню, и к памятнику сложивших голову в Афганистане и локальных войнах. «Вспоминаю всех ребят, которые погибли, которые служили вместе со мной. Со Славянского района полку в нашем никого не было, только один я был в наше время. А служил я там год и семь месяцев. Мы ходим всегда по школам, проводим занятия, чтобы выросли такими, как мы, как наши деды, отцы. Мы им стараемся быть примером». Члены Славянского союза ветеранов Афганистана охотно встречаются с молодежью. Им есть что рассказать юношеству. «Накануне 15 февраля мы проехали могилы всех наших погибших боевых товарищей во всех сельских поселениях Славянского района. Возложили цветы на могилы, вчера побывали в школах Анастасиевского, Кожевского сельских поселений. Встречались с учащимся, доводили до их сведения об афганской войне». В этот день воины-интернационалисты встречаются со своими боевыми товарищами, вспоминают о далеких временах, когда они были совсем молоды и не жалели жизни, защищая Родину. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».